В Москве состоялся восьмой Евразийский экономический конгресс. В Китае протестировали объекты зимней Олимпиады. Котенок с четырьмя ушками стал звездой интернета. Как от антикризисных мер перейти к устойчивому развитию в условиях пандемии? Каковы национальные стратегии выхода из коронакризиса стран евразийского пространства? Об этом говорили на восьмом Евразийском экономическом конгрессе в Москве. Международный форум ежегодно объединяет представителей делового и экспертного сообщества Евразии для обсуждения перспектив экономического сотрудничества. Глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин отметил, что 2020 год был достаточно критичным с точки зрения падения внешнеэкономического оборота. Но статистика 2021 года уже внушает определенный оптимизм. Внешнеторговый оборот московских резидентов со странами Евразес серьезно растет. По многим странам он составляет более 25-20% от всего внешнеэкономического оборота московских резидентов. Такая позитивная динамика – следствие предпринятых правительством России и Москвы мер. В том числе и от исследования концепции Большого Евразийского партнерства, формирование благоприятной среды для развития производства высокотехнологической продукции и локализации подобных производств на территории технопарков столицы. А мы отмечаем сегодня, что в ряде из них уже более 50% резидентов – это представители иностранных компаний. И это точки притяжения прямых иностранных инвестиций. Также Москва крайне заинтересована в расширении, конечно же, не сырьевого, высокотехнологического экспорта своих продуктов. По словам Сергея Черемина, страны ЕАЭС остаются главными внешнеэкономическими партнерами Москвы. Государства-участники Союза укрепляют сотрудничество на межгосударственном, межрегиональном и межотраслевом уровнях. В условиях пандемии взаимодействие во многом стало возможным благодаря цифровым технологиям. Ряд проектов уже успешно реализуется. Это система поиска работы и подбора персонала на евразийском пространстве «Работа без границ» и мобильное приложение «Путешествую без ковид-19», которое позволяет свободно передвигаться по странам ЕАЭС. В современном мире уровень развития цифровых технологий играет определяющую роль, так называемая цифровая зрелость, которую оценивают разные аналитические институты для каждой страны, определяющие роль в конкурентоспособности стран и экономических союзов. Поэтому для нас переход к цифровой экономике должен рассматриваться на площадке ЕАЭС в качестве ключевой, приоритетной задачи и движущей силы нашего экономического роста. Сегодня сектор информационно-коммуникационных технологий уже вносит весомый вклад в экономики стран-членов ЕАЭС. По итогам 2020 года доля этого сектора в ВВП России и ВВП Казахстана составляла более 3%, в Армении – более 4%, а в Белоруссии – более 7%. Поэтому развитие процессов цифровизации, в том числе в глобальном масштабе, телекоммуникационной инфраструктуры, сетей связи, расширение объемов электронной торговли, появление новых технологий, регулирование деятельности в сети интернет, обеспечение информационной безопасности и другие вопросы сферы развития информационно-коммуникационных технологий, и все эти сферы, безусловно, требуют сотрудничества государств, а наши отношения, связанные с союзным договором на площадке ЕС, позволяют нам развивать эти отношения, межгосударственные отношения, поскольку создан и совершенствуется достаточно современный и практически удобный правовой аппарат. На тематических сессиях Евразийского экономического конгресса обсудили цифровую трансформацию ЕС, применение технологий умного города в эпоху пандемии, информационное сопровождение вакцинации от коронавируса и сопряжение евразийской интеграции с экономическим поясом шелкового пути. Также в рамках Конгресса состоялась стратегическая сессия «Германия, Россия и ЕС. Инвестиции и экономическое сотрудничество». Китай заканчивает подготовку к проведению Всемирных игр 2022 года. На площадках Зимней Олимпиады провели тестовые соревнования, включая открытый чемпионат Китая по конькобежному спорту, открытый чемпионат Азии по фигурному катанию, Кубок мира по шорт-треку, а также международную тренировочную неделю по бобслею и китайские тестовые мероприятия по керлингу. «Благодаря проведению тестовых мероприятий мы накопили очень хороший опыт в организации соревнований, обеспечении услуг, борьбе с пандемией, эксплуатации спортивных арен и других аспектах». Оргкомитет также проверил площадки соревнований и спортивное оборудование, качество льда на поле и трассах, а также систему подсчета времени и очков. Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры с 4 по 13 марта того же года. У Мидас четыре ушка и высунутый язычок. Очаровательная аномалия четырех месяцев от роду уже стала звездой интернета. На страницу котенка в соцсети подписаны более 100 тысяч человек. Кошечка появилась на свет вместе с шестью братьями и сестрами в одном из дворов Анкары, но такая мутация была только у нее. Владелица Мидас говорит, они с мужем сразу влюбились в необычное создание и решили взять ее к себе, полагая, что особенность малышки отпугнула бы других потенциальных хозяев. «Мидас очень игривый котенок. Она любит спать у меня на коленях и проводить время с нашими лабрадорами. Мы – большая семья. Я надеюсь, что люди, посмотрев на Мидас, в будущем предпочтут не покупать кошек, а забирать их с улицы или из приюта». По словам ветеринара, дополнительные уши не мешают кошке жить обычной жизнью. Она хорошо слышит и прекрасно себя чувствует. Все четыре ушные раковины у Мидас соединены с ушным каналом, что отличает ее от других зверей с такой аномалией.